Добрый день! Мы вновь встречаемся в нашей студии с некоторыми нашими гостями, которые не раз здесь бывали. Сегодня у нас в гостях Николай Николаевич Мишустин, руководитель рабочей группы по защите семей и детей при Московской городской думе. Наши вопросы сегодняшние очень важны, они связаны с образованием подрастающего поколения. Николай Николаевич, сейчас Минобразование что-то все время готовит. Мы знаем, что в дискуссии в обществе продолжается что-то новенькое, что-то старенькое, что-то революционное, что-то малореволюционное. Постоянно нас все это держит в напряжении, особенно родители. Никто не знает, что будет завтра и в школе, и даже в детских садах. Что такого насторожило вас в последнее время в связи с изменениями в нашем образовании или возможными изменениями? Знаете, к сожалению, под туманом слов о необходимости нравственной защиты детей, о возрождении патриотизма в школе. На практике ко мне обращаются очень многие родители, не могут добиться ни создания православных школ, ни создания православных классов под видом отрицательной рентабельности. Просто даже на полставки не хотят брать людей, которые... Вы имеете в виду на государственном уровне, с государственным обеспечением? Да. Но ведь здесь же возникает коллизия конституционного порядка, потому что церковь отделена от государства. Вы знаете, в 87-м, в статье 87-й закон о образовании, здесь прямо, скажем так, особенность изучения основ духовно-нравственной культуры народа в Российской Федерации. В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными, общественно-духовно-нравственными и социокультурными ценностями. В основные образовательные программы могут быть включены. То есть закона прописана, но технологий в школах, как правило, родители практических добиться не могут, они на многих этапах просто блокируются. Но здесь не сказано православных, извините, что я так дотошно это говорю, потому что это очень важно. Ведь представитель любой другой религии и конфессии может сказать то же самое. Что же нам делать в этом смысле? Ведь воскресные школы при православных храмах существуют. Есть некоторые частные школы и так далее. Что тут делать? Я-то не против, например, этого. Но вы говорите, что не могут быть внедрены. Потому министерство и стоит. Посмотрите, что написано. Если мы возьмем любой класс общеобразовательной школы, те люди, которые хотят, чтобы им были основы православной культуры предлагаться, как правило, им говорят, что у вас тут несколько человек, на 0,2 ставки с педагога мы брать не можем, а на половину у вас не набирается. А когда они говорят, ну хорошо, давайте мы будем делать православные классы, православные, тем более сейчас несколько школ, особенно в Москве, сливают в один холдинг, здесь тоже как бы на это не идут, под видом того, что вы тут будете устраивать для православных какое-то гетто и так далее. Ну максимально отшвыривают эти вопросы. А что делать-то? Каким образом повернуть сознание? Мы же не можем заставить всех быть православными. Добиваться, добиваться своих прав, гарантированных законом. А с другой стороны, знаете, никак мы не можем добиться защиты традиционных ценностей в школе. А с другой стороны, через все каналы идет очень сильная интеграция всех таких вот западных технологий. И если мы буквально посмотрим на 87-ю статью, тут я приведу фрагмент цитаты, значит, ну, особенность изучения, и здесь говорится о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии. Что такое мировая религия? Понимаете, что это такое? Их, по крайней мере, несколько. Ну вот, так сказать бы, здесь именно. И вот как раз этой мировой религии, которую нам пытаются в школах насадить, не давая ходу традиционным ценностям, это как раз трансгуманизм, толерантность, это система псевдоценностей, поддерживающая... И, как правило, материализм, граничащий с атеизмом. И более того, не то что материализм, только научное мировоззрение. И вот как раз здесь сейчас очень сильный скандал, о чем хотел особо сказать. Это фонд Кудрина по поддержке гражданских инициатив предлагает программу модернизации детского движения Забайкальского края. Эта программа внедрена уже в 30 субъектах. И эта программа, это составная часть этого технотронного проекта «Детство 2030», против которого, скажем так, выступала родительская общественность. Смысл в чем? Школа – это фабрика образовательных услуг. Воспитание становится не смыслом, может быть, всей жизни родителей, а рыночной услугой, которую будут предоставлять ребенку на аутсорсинге, всевозможные коммерческие и некоммерческие организации. То есть школу за знаниями, а воспитание на стороне, за деньги. Правильно я понимаю? Ну да, вы правильно понимаете. Но в условиях того, что сейчас многие школы, скажем так, нерентабельны, особенно в наших северных условиях, а они выходят все на самоокупаемость и хозрасчет, последние изменения законодательства, они становятся в очередь во всевозможные фонды, которые занимались явно активным насаждением токсичных ювенальных технологий, для того, чтобы получить дополнительные деньги. И если мы посмотрим уставы многих этих фондов и многих некоммерческих организаций, до юридических лиц, там во всех уставах заложен приоритет норм международного законодательства и наднационально. И вот те законы о ювенальных судах, о ювенальной юстиции, которые они не смогли включить федеральным законодательством, они пытаются снизу, через проникновение вот этих всевозможных некоммерческих организаций, как бы запустить вот через подобные программы. Разрабатывают эти программы, к сожалению, те люди, которые активно, многие из этих людей активно поддержали все вот эти вот неприятные оранжевые события на Украине. Фонд Кудрина, я так понимаю, это фонд бывшего министра финансов, правильно? Да. Если я правильно понимаю, то финансирование его должно происходить не из государственных источников. Известно ли вам, кто финансирует? Вы знаете, здесь указано, что это крупная корпорация, начиная от Северстали, ОАО, РЖД и так далее, в пилотном, в каком-то несколько десятков школ, образовательных организаций, они активно финансировали для запуска этого проекта. А потом, после отработки, идет активное мультиплицирование, тиражирование по всему субъекту. И вот здесь самый такой момент может быть очень циничный. Когда я начал читать эту программу, у нас свыше 40 листов, вот здесь очень есть такая фраза. Здесь, в этой программе, есть только одна идея воспитания, которую должны везде отрабатывать. Это научное мировоззрение. Только оно абсолютно истинно. А религиозное мне даже не упоминается. Дело в том, что научное мировоззрение требует определенного доказательства и объяснения. Потому что не всякое мировоззрение можно назвать научным, даже если оно таковым называется. И вот по результатам, собранной в эти электронные дневники на основе школьных карт информации ребенка, в соответствии с этими программами, все наши дети будут подразделяться на 5 линий. Одна линия – это креативный класс, который получит возможность образования за границей. Значит, вторая линия – это обслуга. Третья линия – это пролетариат. Четвертая – крестьяне. А пятая – вот про пятую, тут очень интересная запись. Для отбракованного человеческого капитала потребуется особая производственная линия по перевоспитанию и постановке в строй даже самых неподдающихся. То есть пятая линия, которая не воспринят научные мировоззрения. Постановка в строй – это мне напоминает либо солдат, либо... Ну, это, скорее всего, лагеря для православных. Лагеря, тюрьма, да, я хотел сказать. Да, да, да. И на строке листах здесь подробно... Веселенькое дело-то напоминает Орвелла и Хаксли одновременно, да еще и Замятина, кто в том числе. Это очень любопытная утопия, которая может оказаться реальностью. Оно уже казалось реальностью. И то портфолио, которое требует с вас в школах сейчас, социальный потреб, ребенка, во многих, и которые сейчас точно так же хотят сделать, вот здесь есть сведения, значит, что помимо ЕГЭ при поступлении в ВУЗ будет учитываться портфолио ученика. То есть портфолио ученика, его соцкультурный психологический срез будет обязателен для дальнейшей карьеры. Это напоминает, знаете, что муравейник, где у каждого своя роль. Там есть свои крестьяне, свои рабочие, своя элита, да, и, наверное, те, кто еще там где-то сидит. То есть превращение человечества в муравейника – это сильная идея, хочу сказать. Но не новая. Эта идея была давно. Именно так и основные, скажем так, подходы по селекции всех наших детей в определенную страту и нишу будут осуществляться на основе электронной карты школьника. То есть в предполагаемой системе, цитату приведу, данную карту целесообразно применять не только в качестве платежного инструмента, контролирующего расходы негосударственных денежных средств, но и в качестве своеобразной клубной карты участника программы, показывающей эффективность сделанных в него капиталовложений. То есть на основе электронной системы учета личных достижений ребенка и на основе всей накопленной о ребенке информации значит, будет для каждого ребенка создана своя особая, скажем так, образовательная пункта, миша и дорожная карта, которая будет его в одну из этих страт крепостных загонять. Самое главное, что ребенок попадает в такую ячейку, из которой ему будет очень трудно выйти. То есть фактически у него может не быть будущего. Попав в ячейку, предположим, пролетариата, он вряд ли потом попадет в ячейку интеллектуала. Вероятнее всего, что для этого он уже будет делать какие-то невероятные усилия, а может быть даже невозможно. Он просто будет поставлен в свой угол. Это что-то напоминает легенду о великом инквизиторе Достоевского, который все это гениально описал еще сто с лишним лет назад. К сожалению, это все запускается в школах на уровне портфолио. На уровне ежегодного тестирования, мы все говорили о массовых суицидах после ЕГЭ, и тут сейчас последнее пожелание комитета по образованию в том, чтобы ЕГЭ проводить вот это тестовое, начиная с первого класса. То есть уже остановиться они не могут. Но с чего это начинается? Запуск всей этой системы начинается согласен родителя на обработку персональных данных воспитания. Он обязан будет дать такое согласие родителям или это добровольно? Вот дело в чем, что по всему законодательству и по Конституцию это согласие, это свобода договора сугубо добровольно. Но, к сожалению, у нас сейчас выстраивается система параллельного электронного законодательства, грубо попирающая основные конституционные нормы и федеральные законы. И вот все эти подзаконно-нормативные правовые акты, на которых выстраиваются эти модели образования, слабо западные, это фактически то, что происходит на Западе, просто перевели на русский язык, они не прошли регистрацию в Минюсте, и тем не менее, потому что противоречат общим принципам и нормам Конституции, федеральным законам, но тем не менее они запускаются, потому что иных алгоритмов не прописывается. И вот здесь мы выходим на школьную карту, на СНИЛС, на то, что без подписания согласия на сбор и обработку персональных данных, в котором обязательно указывать социальный статус и условия проживания, прочие сведения по специальным запросам. То есть вся эта информация, все эти персональные сведения по любому запросу могут передаваться не только в целях образования, но и также в милицию, во все другие правоохранительные органы. То есть тотальный контроль за человека, но следуем дальше. Подождите, я хочу сказать, прокомментировать просто, то есть родитель, который дает такую подпись, он ее ставит, он фактически отдает своего ребенка. Я не говорю слово «продает», я прошу прощения, да, так сказать. Он отдает на откуп тем, кто будут ими заниматься. И управлять. И управлять. То есть таким образом, интересно, что все это все-таки все равно происходит через подпись. А мы всегда считали, что право родителя на воспитание и образование своих детей является неотъемлемым правом родителя. Так вот, этот документ, подписание этого согласия фактически отчуждает, скажем так, родителя от ребенка, потому что здесь родители уже становятся законным представителем, а ребенок, это уже не ребенок, а подопечный, который находится под временем опеки. А нигде не говорится, какого рода общество собирается построить вот такой фонд, Кудринский фонд, который пытается таких детей воспитывать. Что они хотят сделать? В результате, вы знаете, когда в советское время, особенно Хрущев сформулировал на 22-м съезде, дав определение коммунизму, речь шла о бесклассовом общественном строе, с едино-общенародной собственности на средства производства, где от каждого по способностям, каждому по требностям, где всякие свободные советские люди могут делать все, что хотят. Здесь это как формулируют? Это что? Будущая Россия, будущий мир, будущая планета. Кто это? Кто? Какую страну они хотят построить? Есть ли здесь хоть какая-то философия? Или это просто нужно сделать, чтобы люди, дети росли вот так и больше никак? Мне просто интересно, какая подоплека здесь? Вы знаете, здесь очень много подоплеки, но в те технологии, которые используются… Это напоминает идею, еще раз повторюсь, напоминает идею Достоевского «Мир, построенный великим инквизитором», где все расставлено на свои места, где есть полная правда, где всем хорошо, где есть даже справедливость, все есть, но нет самого главного, нет божественного замысла и свободы выбора, нет любви и веры. А все остальное как бы работает, все нормально. Знаете, вот концепция программы, ключевым замыслом программы является четко определить конечную цель планируемого педагогического производства. То есть речь идет просто даже не о цели, а о средствах. Педагогического производства. Продукт. То есть ребенок – это продукт. Какой продукт и для кого создаваемая система должна производить? Это говорится о наших детях. Для этого нужно подробно описать эталонный портрет человека, гражданина и профессионала, который отремонтированная система будет давать на выход. Эталонный портрет нет на рейс. Вы знаете, сейчас даже в Министерстве культуры мы обсуждали, возникло понятие создания новой культуры и нового человека. На вопрос во время обсуждения, который я задал, объясните, что вы подразумеваете под новым человеком, ответа не последовало. Потому что ведь когда-то мы пытались создать советского человека. То есть это потрясающе. То есть ни о какой духовности, ни о какой вере, ни о каком православии здесь и речи быть естественно не может, потому что они говорят о продукте. Да, именно говорят о продукте. И как продукт с заданными свойствами через школу-фабрику создать и использовать. Загнал его в определенную. Самое интересное, для чего? Вот это больше всего. Ну, наверное, когда в свое время Гитлер, он этих продуктов очень много наштамповал. И чем это закончилось, мы видели. Но что еще подготовило Министерство образования? Так вот сейчас во многих субъектах люди, не желающие подписывать согласие на сбор и обработку персональных данных, на основании которых запускается тотальная слежка за семьей, и получать школьные карты на детей, создают общественные комитеты, которыми мы из Москвы помогаем добиваться своих прав. Они обращаются в прокуратуру, и Министерство образования создан механизм, что без этой карты, которая вмещает в себя функции полиса обязательного медицинского страхования, платежно-банковской карты, собственно, снился, то есть оказание никаких государственных услуг будет невозможно. Будет невозможно. И на самом деле эта школьная карта, вот мы имеем из общественной палати Татарстана, это является детской ОЭК, которая пытается вот таким образом создать невозможность существования альтернативных традиционных систем учета, всем присвоить. И, значит, как показывает муниципальная, ну, приведу из официального документа, который прислали из Татарстана, где пытались насильно насадить эти школьные карты, школьные дневники, что муниципальное школьное электронное приложение, электронное приложение школьная карта, постановлением Кабинета министров, утверждено в составе перечня региональных и муниципальных приложений универсальной электронной карты в Республике Татарстан, обеспечивающих авторизированный доступ к получению государственных и муниципальных услуг. То есть в чем суть? ОЭК поголовную на все население отложили еще на два года, до 1-го года 2017, на основе которой будет запущен этот тотальный технотурный контроль за обществом. Но со школ, все через школьные карты, которые являются детскими ОЭК, уже активно такое воздействие на наших детей пытаются наказать. И после подписания согласия на сбор и обработку персональных данных, эта система запускается, уже без ОЭК нельзя пройти в школу, потому что она интегрирует в систему пропуска, уже нельзя получить питание, уже невозможно воспользоваться услугам электронного дневника, а бумажные... Вы обязаны ее оформить? Без нее ребенок уже как бы вне школы все? Да, вне школы. Более того, если он пришел в класс, скажем так, без ОЭК, он как отсутствующий, уже педагогу соответствующую частину не оплачивается. Значит, эти карты работают не более двух месяцев, их заменяют на браслеты, то есть из-за того, что система несовершенства, такая неразбериха, но, тем не менее, скажем так, невзирая на мнение и позицию родительской общественности, их коммерческие банки любой ценой пытаются внедрить. Более того, вторичное переизготовление от 500 рублей, и потом они на все эти транзакции берут еще комиссионные от 2%. И все это незаконно, и есть масса ответов прокуратуры, Губкина, из Нижнекамского, что осуществлять образовательный процесс, ставить зависимость от наличия школьной карты, незаконно и недопустимо. Вы знаете, что мне пришло в голову? Ведь как можно выдать эти карты? Они будут и банковскими, и пропускными, и для питания, и для обучения, и для всего. И в том числе будут еще и медицинскими. Помните, мы когда-то говорили на этом? Снизить или снизить, абсолютно верно. Да, и понимаете, что эти все карты, которые делают человека человеком, то есть, как вы правильно сказали, тогда ребенок без карты уже отсутствующий, то есть его как бы нет. Но эти карты можно ведь в одну секунду обнулить. То есть большое количество людей или детей может оказаться никем. То есть можно потерять информацию, можно обнулить ее финансовую составляющую, можно обнулить ее медицинскую составляющую и так далее. То есть этим процессом можно управлять. Более того, если не обнулить, то исказить. То есть таким образом это большой простор для управления какими-то гигантскими потоками у людей. Это действительно то, что предвидели очень многие мыслители, которые говорили о возможных утопических переменах ближайшего будущего, но почему-то решали, что это будет в 20 веке. Нет, это пришло все-таки к нам в 21-м. А не задавались ли вопросом, почему фонд Кудрина подобного рода, например, эксперименты, начал, как вы сказали, в забайкальских школах, да? Нет, уже в 30 субъектах. Уже в 30 субъектах. А почему там именно? Тогда уже наполовину внедрили эту систему, там несколько тысяч школ. Это только сейчас эта информация просочилась. А есть ли центральная школа в центральных городах? Близко к Москве и Санкт-Петербургу. Да, вот все те портфолио, которые с вас требуют в школах, согласие на сбор и обработку персональных данных, все эти школьные карты, они интегрированы все в эту систему фонда Кудрина. Вот эту программу, к чему она ведет, мы уже с вами поговорили. Это уже внедряется. И только сейчас, после того, спустя несколько лет, когда мы это увидели, это на самом деле мы уже находимся в половине пути. Это внедрялось раньше. И если мы посмотрим еще раньше, то вдруг мы оказывается, что активные, скажем так, проводники и лоббисты этой программы, они входят в фонд Ротшильдов в качестве участников, они активно, значит, в свое время сотрудничали с ЮКОСом, и уже тогда, еще в 2000-х годах, они пытались запустить эту систему, которая запущена. И когда мы видим портфолио, которое нам пытаются насадить в школе, или это карта, мы это воспринимаем в рамках фрагментов, но на самом деле это все увязано в эти технологии абсолютного контроля и управления обществом, как это происходит на уровне электронного дневника. У ЮКОСа, у Ходорковского была такая экспериментальная школа, она сейчас существует на большой закрытой территории, в закрытом пространстве, недалеко от Звенигорода. Я даже там бывал. Это все уже было испробовано довольно давно. А вот Министерство образования, участвует в работе этого фонда, каким-то образом государство его финансирует, или на каких взаимоотношениях это построено с государственными органами? Здесь подробно на 40 листах прописаны технологии этого взаимодействия. Начиная от губернатора, заканчивая директорами школ, всех руководителей соответствующих структурных ведомств. То есть у Министерства образования есть подразделения, связанные с этим фондом? Которые отрабатывают программы этих фондов. Более того, что создаются специальные комиссии, специальные штаты для внедрения этих программ. Само меня поразило. Взаимодействие идет на уровне смыслов. Каких-то тайных прямо тут написано. И более того, тут даже прописаны такие фрагменты, что еще должны создаваться дублирующие команды. Если вдруг основные не выполнят свою заданную миссию. То есть настолько многократно, на каждом шаге. И более того, допустим, взяли в Забайкальском крае до 10 школ пилотных колледжей вузов. Внедрили. Естественно, это может вызвать реакцию общественности. Здесь прямо предписано. На какой-то степень, так сказать, приостановить развитие, а потом мультиплицировать массовым тиражом во всех школах. И когда я слышу заявление министра образования о том, что скоро портфолио станет обязательным. И когда вижу тотальное насаждение школьных карт, которые являются основным инструментом мониторинга и управления детьми, и в том числе семьи. И когда читаем о том, что школьная карта – это детская ОЭК, начинаешь понимать, что тотальный контроль управления и мониторинг обществом начинается со школы. И если им удастся наших наследников переформатировать под это научное мировоззрение, под этот трансгуманизм и под эти псевдоценности, то, собственно говоря, через 20 лет мы получим поколение, которое будет скакать похлеще, чем мы видим на Украине. Мы все, родители, должны понять, что мужественность, которая требуется от наших мальчиков, – это неврожденная категория. И нравственность – это тоже неврожденная категория. Это результат воспитания. Это результат культивирования этих ценностей. И то, что нам светская система образования пытается предоставить, мы видим. И если мы сейчас не встанем на защиту наших нравственных границ, на защиту воспитания и наших ценностей ценностей, могут спокойно пройти такие программы и достаточно сломать одно поколение, чтобы потом получить полный класс. Спасибо, Николай Николаевич. Очередная наша беседа с Николаем Николаевичем Мишустиным прошла, и опять осталось очень много вопросов, очень важных, хотя были даны некоторые ответы, но мы теперь понимаем, о чем нам нужно думать. Это очень серьезно. Это касается нашей семьи, наших детей, наших внуков, нашего будущего. Спасибо, Николай Николаевич. Спасибо зрителям. Спасибо. Спасибо.